всем добрый день на канале вязание от ангелины азимов подписываемся на youtube youtube яндекс telegram и сегодня у нас вот очень такой маленький мастер-класс как вяжется воротничок по факту предлагаю посмотреть у нас с вами есть готовый жилет вот такая красота из очень нежных слоневских ниточек я предлагаю продолжить узор связать воротник воротничок у нас будет состоять и вот из этой красивой каймы маленькой каймы и по горловине мы просто наберем узор основное будем его вязать то есть мы начинаем вязание вот у нас с вами есть кайма мы подключаем ниточки наши в центр и вяжем узор раз два три 4 5 просто-напросто мы его продолжаем 1 2 3 узор то мы с вами знаем 1234 и 5 раз два три раз два три 4 5 здесь у нас сложно понять какие где узоры но наша задача равномерно распределить допустим нам нужно провязать арочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 примерно да то есть там где у нас неизвестно как вязать мы интуитивно вяжем 1 2 3 4 5 здесь уже в узор попадаем вот у нас узор мы его присоединяем вяжем все 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 по узору точно так же вот здесь вот у нас пару моментов будет сложных но также арочки у нас есть вяжем и уже опять переходим на узор красивой паночки и таким образом продолжаю вязание основного узора на горловине набрали 5 воздушных петель наш узор провязали планочку мы знаем как вязать на плече я набрала 5 воздушных петель через равные промежутки то здесь у нас нет никаких узоров нам нужно просто его придумать 5 воздушных петель 5 воздушных петель присоединились а тут уже у нас идет узор 1 2 4 5 и мы уже по узору по горловине вяжем тот узор который мы знаем опять мы по всей горловине набираем переходим к нашей красивые планочки как ее вязать мы тоже знаем единственный сложный момент это в том месте где вот у нас плечевые швы но мы просто интуитивно набираем 5 воздушных петель на равных промежутках 5 воздушных петель это наш узор первого ряда все остальные узоры как вязать я думаю мы знаем прекрасно и нашу красивую планочку у нас узор не довязано мы его довязываем плечи мы сшили а узор остался не довязано моего довязываем на ту длину эту высоту которую вы хотите можно связать совсем немножко чтобы просто вот такой отворот был небольшой и уже будет красиво если вы боитесь вязать или у вас нет ниточек в принципе можно и не вязать но я предлагаю основным узором провязать по окружности точно также вяжется очень часто мне спрашивают капюшон то есть мы по горловине по воротнику набираем петли воротник нам надо набираем по горловине и вяжем вверх прямоугольное полотно который потом сшивается это будет у вас капюшончик вот такой воротничок не получился я связала ровно вот мы с вами начинали вязать с этой стороны узор наш основной и планочка узкая и широкая и получился вот такой небольшой высоты допустим я провязала 7 сантиметров 7 сантиметров и мне кажется что уже и достаточно то есть мы вот так делаем отворот для чего на воротничок для придания красивой формы именно верха то есть для завершения в итоге получается вот такой красивый воротничок его можно конечно можно связать длиннее но я связала вот так вот совсем небольшой 7 сантиметров тут уже на ваше усмотрение но проглядывается наша красивая планочка таким образом мы его раскладываем и получаем красивое завершение нашей работы еще раз повторюсь мне просто камера какое-то время отключалась и я еще раз решила снять теперь идем дальше смотрите вот у нас красивая планочка на пройме вот она связана но если вы хотите если вы хотите очень часто такой вопрос возникает как связать рукав рукав вяжется по пройме мы набираем первый ряд обязательно там где пройма потому что чтобы не было видно шва мы набираем первый ряд интуитивно наша задача набрать чтобы связать узор вот у нас узор идет и мы вот с этого момента где его уже не видно где он не проглядывается точно так же нам нужно продолжить вот у нас 5 воздушных петель значит мы сюда присоединяемся и вяжем раз два три 4 5 не обязательно этот узор по пройме по любой кофточки первый ряд можно набрать 1 2 3 4 5 первый ряд можно набрать просто столбики с одним накидом а потом связать основной узор 1 2 3 4 5 вот то есть мы чисто интуитивно набираем 5 воздушных петель это как тот ряд самый первый который мы начинали вязать а потом вяжем основной узор у нас из двух рядов первый ряд вас воздушные петли 2 ряд у нас идут столбики 3 воздушные петли и столбик первый ряд набрали и потом по пройме не бойтесь этого делать это совсем не сложно вяжем тот узор основной который вы хотите на ту длину которую вам интересно таким образом небольшой чем маленький видео мастер-класс как связать как набрать воротничок по горловине мы набираем по узору это очень просто также набираем по планке маленькой по планке большой мы просто продолжаем вязание узора плечи сшили и продолжаем вязание узор и получаем вот такой небольшой воротничок хотите большой это опять же ваши дела свяжите вот огромное спасибо если вы досмотрели до конца надеюсь видео мастер-классовую полезным опять напишите в комментариях как вам кажется лучше с воротничком или лучше без воротника работа с будет смотреться пишите понравился вам узор или нет схему на основную планочку обязательно я предоставлю в сообществе на ютюбе и также яндекс канале там возможность сразу размещать есть эту схему и в итоге мы получаем вот такой интересный жилет с красивым воротничком подписывайтесь на яндекс с youtube ручок для того чтобы не потерять интересное вязание и вязать вместе со мной на следующего видео мастер-класса до новых встреч у нас с вами есть готовый жилет вот такая красота из очень нежных слоневских ниточек я предлагаю продолжить узор связать воротник воротничок у нас будет состоять и вот из этой красивой каймы маленькой каймы и по горловине мы просто наберем узор основное будем его вязать то есть мы начинаем вязание вот у нас с вами есть кайма мы подключаем ниточки наших в центр и вяжем узор раз два три 4 5 просто-напросто моего продолжаем 1 2 3 узор то мы с вами знаем 1 2 3 4 и 5 1 2 3 1 2 3 4 5 здесь у нас сложно понять какие где узоры но наша задача равномерно распределить допустим нам нужно провязать арочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 примерно да то есть там где у нас неизвестно как вязать мы интуитивно вяжем 1 2 3 4 5 здесь уже в узор попадаем вот он нас узор мы его присоединяем вяжем все 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 по узору точно так же вот здесь вот у нас пару моментов будет сложных но также арочки у нас есть вяжем и уже опять переходим на узор красивые паночки